Энергия городских улиц. И так называется проект, который стартовал в 34-й школе. Уличные художники решили украсить граффити фасад учебного заведения. Что из этого вышло, выясняла наша съемочная группа. Средственно преображение 34-й школы были выделены Твери благодаря победе заявки на конкурсе общественно значимых проектов. Всего было подано 249 заявок со всей России. У нас получилось 66 заявок от Тверской области. Они вышли, выиграли только две. И вот так мы выиграли грант. Собственно мы ездили в Тулу, предоставили наши проекты на публику. Руководителям понравилось. Сумма была заявлена 250 тысяч рублей. За работу на фасаде 43-й школы взялся известный в городе райтер Виктор Джокер. Он автор нашумевших портретов Солженицына и Децила в Центральном и Московском районах. Говорит, что за работу взялся с большим рвением. Он близок с персонажем, которого собирается создать на стене. Хорошо, что совпало. Здесь попросили на школе нарисовать тему маленького принца, то есть с его цитатами. Кому не нравится маленький принц, там их суперрии. Казалось бы, что учреждение образования не место, где могут быть изображены граффити. Так считала и заместитель директора школы Татьяна Иванькова. Она поделилась, что такое уличное творчество вынушало у нее недоверие. Однако сейчас женщина довольна выбором темы, поэтому не имеет ничего против подобного масштабного рисунка на стенах школы. Изначально, когда встал вопрос о том, что на школьной стене будет нарисовано граффити, я к этому отнеслась несколько осторожно. Но когда мне показали проект этого граффити, эскиз, меня покорило его содержание. Нельзя относиться плохо к экзюперии. И, конечно, если дети, подходя к школе, будут каждый день видеть такое, я думаю, что-то у них в душе хорошее останется. В восторге оказались не только педагоги, но и ученики, которые не смогли усидеть дома, когда их родная школа преображается. Это классно, это красиво, это очень сильно привлекает внимание к школе. Граффити – это очень популярная субкультура, и я думаю, школьникам это должно понравиться. Но мне это очень сильно нравится, что у нас рисуют вот так вот. Я считаю, что это интересная задумка, потому что такого никогда не было на других школах. И, может быть, не будет. Мы будем первооткрывателями, которые смогли взять вот так вот и воплотить такую идею в жизни. Смело вот так взять и на три этажа школы нарисовать граффити. Это очень смело, я считаю. И не каждая школа способна на это. Это не последний объект, который преобразят подобным образом. Денег, выделенных на грант, хватит еще на одно здание социальной сферы. Пока организаторы проекта не говорят, что это будет за место. Это положительный опыт для школы, я думаю, что для жителей, для детей. Дети приходят, видят какие-то новые красивые рисунки. Мы не стали выдумывать. Мы создали на этой стене именно детский и взрослый рисунок одновременно. Произведение «Маленький принц», я думаю, актуально и для взрослых, соответственно, в любом возрасте, для людей. А сам художник обещает успеть закончить рисунок к первому сентября. Тогда точно можно будет сказать, что первый день у школьников пройдет за обсуждением нового арт-объекта. Продолжение следует...